Друзья, снова всем привет! Сегодня опять в гостях, как видите, Варсен Адали. Здравствуйте! И сегодня мы вам хотим показать, как приготовить оригинальнейший рыбный суп. Я не знаю, как его правильно назвать? Вообще, это арабская уха, можно так сказать. За основу мы просто возьмем как бы приготовление ухи, но сделаем ее сегодня с восточным уклоном, поскольку я каждый раз хочу сказать и забываю о Сен-Дали. Он проработал более 15 лет долгое время в Дубае, в Бейруте, в Ливане. И у него есть огромный опыт приготовления восточных блюд. И сегодня мы хотим приготовить этот рыбный суп таким восточным вариантом. Со вкусом Востока. Да, но что-то похожее на уху, но это будет намного круче. И сейчас мы вам покажем, как это приготовить. Ну и друзья, для того, чтобы приготовить это блюдо, нам понадобятся помидоры, лук, перец, зелень, чеснок, морковка. Это все нам пойдет для бульончика. И вот здесь у нас вот такие вот головы, хвосты, кости, скелеты. Это все у нас пойдет на бульон. А вот уже рыбка, отделенная от всего этого, это у нас уже пойдет именно на суп. Ну и для этого, естественно, нам понадобится перец, соль, острый перец и лавровый лист. Ну что, я предлагаю приступить к делу. Для того, чтобы мы все начали это готовить, для начала надо порезать мне овощи. Хотя я не прав. Для начала нам надо продезинфицироваться. Да. Давайте я тогда открою наше вино. Это обязательно надо убить. Выдайте мне, пожалуйста. Да, мы выдаем, конечно, нашу фартуку. Одеваем нашу униформу. Без фартука у нас нельзя резать. Да. Мы порежем. Уже мой любимый фартук уже. Уже родной. Вай, извиняюсь, сегодня вы мой фартук одели. Поменяемся. Отдай мне мой фартук. Да. У нас должно каждый свой фартук. Да. Каждый в своем. Да. Я открою вино. Ну что, сын дорогой, я начну нарезать овощи. Да. Овощи нарезайте, пока я наливаю. Пока наливаю, я буду рассказывать, как я буду нарезать это все. Перчатки. Перчатки надо тоже обязательно. Давайте я вам перчатки дам. Опять я буду в роли хирурга. Сейчас овощи пока нарежем. Я начинаю вино. Начинаем. нашу операцию. Рыбный суп. Погода сегодня вообще идеальная. Очень хорошая погода. Настроение, я думаю, должно у всех быть хорошее. Друзья, смотрите. Лук. Нарезаем просто полукольцем. Кстати, дорогой сын, нам же надо костер запалить. Готовим все будем в казане. Спичек у меня есть. У меня тоже нет. Мы же не курящие. Надо у кого-то попросить. Извините, пожалуйста. Молодой человек, есть спички? Спички будет у вас? Спички? Нам надо костер запалить. Зажигалка. Ну, в принципе, подойдет зажигалка. Познакомимся? Да. Меня Арсен Дали. Игорь, Игорь. Игорь, Игорь. Канал ОКОПОВ. Не слышите такое? Что-то ваше лицо. В Ютубе я видел вас. Я вас узнал. А я где-то тебя видел. Я иногда... Друзья, на самом деле я его узнал. Это Игорь Гаспарян, актер театра и кино. Давай его тоже продезинфицируем. Кто знает, откуда он видел? Вы откуда идете? Оттуда. Значит, надо налить вина. Давай ему скажем. Я не пью. Продезинфицируем Гаспарян. У вас точно зажигалка есть? Да. Ну, все, все. Отлично. Это дайте сюда, потом я вам отдам. Выпьем. Друзья, как всегда, будьте здоровы, не болейте. И готовьте вкусную еду. Как говорят у нас на Украине, живите богато. Будьте здоровы, живите богато. Да, я вам открою секрет. Я и Игорь, мы с Украиной. Когда-то были. Мы всегда оттуда. Да. Мы всегда оттуда. Все. За вас, за ваше здоровье. Будьте счастливы, будьте здоровы. Как, 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 как. Это по-альмянски означает очень вкусно. Ребята поджигают огонь. А, кстати, вы умеете хоть поджигать огонь? Сделаем сейчас. Пожарники. Костерчик наш горит. Казанчик нагревается. Чтобы не погасло. Ждем пока наш казан нагреется. Казан надо разогреть хорошо. Потом жальем туда масло. И начнем жарить наши овощи. И, друзья, заливаем сюда оливковое масло. Заливаем немного. Да, Сэндоник? Да. Ну, да. Оливковое масло, конечно, очень вкусно у нас. Оливковое масло, по-моему, невкусным не может быть. Будем кидать. Все. Так. В первую очередь закидываем лук. Молодец. Нас засыпиело. Кстати, обожаю этот запах. Этот момент, когда все пьет. Кварти. Ты что, кидаем болгарский перец? Да, да. Я загидываю сюда болгарский перец. Вот так. Отлично. Все. Наши лук и перец уже покраснели. Красиво сливаем. Закидываем помидоры. Да, закидываем помидоры. Чтобы бульончик у нас дал. Отлично. Теперь обжариваем помидоры. Месяч помидоры. Я помешаю, а ты нас поддезинфицируй. Все, сделаем. Сейчас, по-моему, не только овощи прожарятся, но я тоже. Какой аромат стоит, овощей, ой, какой огонь у нас прекрасный. Так и хочется выпить. Будьте здоровы, друзья. Отлично. Одно все овощи, да, уже подходят. Они уже, мне кажется, готовы. Все, заливаем. И, друзья, смотрите, овощи уже поджарились. Сейчас мы заливаем туда воду. Добавим соль. Добавим соль. Добавим соль. И пару штук на воду. Ну и смотрите, дальше показываем, что мы делаем. в этом и есть оригинальность. Это овощи. Так, сделаем два слоя. Чтобы, чтобы, чтобы было попрочнее. Правильно? Да. Делаем двойной, конечно. У нас ветерок. по воду. Смотрите сюда, друзья. Мы складываем все, что нужно для бульона. И все это завернем в бульон. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы после того, как она сварится, даст бульон, сколько нам нужно аромат. Мы потом покажем, что мы делаем, как делаем для этого. Смотрите, сюда еще я положу морковку. Так, порежу вот кусками. Сюда кладем морковку. Сюда положим, вот я не буду зелень, я оторву вот это вот. В принципе, оттуда можно сделать. Да, можно немножко, чуть-чуть зелени добавлю. Немножко посудим. Еще смотри, знаешь, что я хочу сделать? Как думаешь? Пол чеснока мы тоже сюда положим. Никаких проблем нет. Вот так вот. Половинку свежего. Молодая. Летом пахнет. Вот так вот. Даже мы для части порежем его. И сюда. И красиво мы завернем. Завернем. Вот так, вот так. Так, чтобы получился вот так. Как хинкали. Вот, как хинкали, правильно. Наверное, все видели, как делает хинкали. Вот так, делается хинкали. И вот так заворачиваем. И начать, что мы делаем. Мария, давайте еще повернем. Потому что вот. Вот, вот, вот. Побольше, пожалуйста. Я поднимал. Хотел это отсюда сделать. Вот так вот. Все, вот так вот. И надо небольшие. Делаем небольшие дырочки в фольге. Поднимем, поднимем. Поднимем, да? Поднимем, да? Поднимем, да? Поднимем. Небольшие. Небольшие. Ну, я думаю, вы поняли, для чего мы это делаем. Для того, чтобы весь бульон, весь аромат, все, оно отдаст. И потом мы целиком это снимем и просто уберем. И у нас останется чистый бульон. Его не надо будет процеживать, поскольку там уже у нас варятся, тушатся овощи обжаренные. Ну, поехали дальше. Что, опускай? Все, опускаем. И, друзья, вот так опускаем все это в бульон, который у нас уже кипит. И оставляем его вариться. Я думаю, минут 30. Да. Смотрите, какая красота получилась. Ну, все, друзья, оставляем это все минут 30, пусть это все кипит, чтобы выварился отличный бульончик у нас получился, наваристый. И потом покажем, что мы делаем. Я уже чувствую запах. Конечно. Уже пошел запах рыбки, овощей. Это красота. Я думаю, это будет очень вкусно. Друзья, мы, пока нас томилось, даже не горело, не тепло. Прикрыли крышкой. Вот так прикрыли. Открывай. Ой. Ой, как. Может, попробуем ложечкой? Как? Давай попробуем. Вот ложечки. На вкус соль надо же добавить, посмотреть, как что идет. Сейчас попробуем, как там на соль у нас все по вкусу. Ох, дымок. Попробуй. Еще чуть-чуть соли бы я добавил. Добавьте, пожалуйста, соли. В общем, очень вкусно получается. И еще можно. Отлично. Отлично. Надо будет по бокам разложить наше мясо. Еще раз. У меня есть предложение. Да, да. У нас есть еще один человек, который помогал нам поджигать огонь. Ну ладно, уже подходи. Человек с топором. Это он? Да. Это человек с топором. А, он за дровами ходил. А мы думаем, куда он пропал? Дровосек в первой категории. Не только поджигает, но еще и дрова рубит. Молодец. В общем, хороший... Куда положи? Вниз. Один положи. Один положите. Арсен, дорогой, у меня есть предложение. Поскольку этот человек все-таки нам помог поджечь костер, разрубил дрова, он уже практически полуповар. То он, наверное... А-а-а, мы должны ему фартук дать. Посвящение? Посвящение. Да, но я тебе скажу больше. Просто, на самом деле, я его знаю давно, знаю хорошо. Я вам открою секрет. Он профессиональный повар. И кондитер. По образованию. На самом деле, я не шучу. Он, на самом деле, учился на повара. И кондитера. Да. Вот. И я предлагаю тогда сегодня его посвятить... Нашему... ...делу. Нашему делу, да. Сейчас мы его посвящаем кулинарные рыцари. Будьте всегда готовы. Задание нашему. Да. В наших рядах прибыло. Все. У нас пополнение... Ну что, продезинфицировались? Да. Поехали дальше. И смотрите, друзья. Сейчас... Так, иди сюда. Задыхай. Иди сюда. Смотрите, друзья. Теперь мы... Дальше мы делаем вот так вот. Фольгу мы не вытаскиваем. Правильно? Да. Да. И теперь вот эту рыбу мы укладываем по бокам. Короче, в перчатках один я, поэтому... Поэтому... Смотрите. Мы вот так вот все укладываем. Ох, как она пошла. И вот так. Смотри все. Смотри, чуть шевелится. Живая, похоже. Да. В нашем супе все живут. Все... Ах, да. Даже... Даже мертвая рыба живет. Знаете, знаете, как сделать? Секунду. Убираем. Вот это ухо. Наваристая будет. Топор не нужен. Давайте так сделаем. Еще раз вот так посолим. Давай сами. Вот так сделаем. Еще чуть-чуть, потому что только что положили. Игорь, а кто мне, пожалуйста, водки? Да. И сейчас мы сделаем. А сын, я тебе хочу сказать, что поскольку все-таки мы находимся в России, и все-таки у нас суп где-то связан с сухой по типу ухи, я предлагаю еще туда налить 50 грамм водочки. Традиции нарушать нельзя. Традиции нарушать нельзя. Традиции нарушать нельзя. Правильно. Если у нас есть рыба и варится, да, это, насколько я знаю, такая рыбацкая традиция. И мы сейчас туда добавим. Рюмочки у нас нету. Я на глаз. Глаз у меня алмаз. И сейчас мы наливаем сюда немножко водки. Она сейчас все закипит, распределится. Я даже помогу это сделать вот так вот. И так как мы готовим восточную уху, мы добавляем туда небольшой острый перец. Можно? Обязательно. Давайте поставим. Опускаем. Чили, чили. Да, нам без острого перчика. Мы любим все остренько. И кидаем вот так вот. На романомирус сдохни, сдохни. Да. Все, можно, хотите, с зеленью тоже покроем и закроем? Зеленью мы покроем, я думаю, потом. Попозже. Все, друзья, закрываем крышкой и пускай томится. Сколько у нас? Минут двадцать, я думаю. Да, двадцать минут достаточно. Они на большом огне. Да. И чтобы не кипело, вот лучше пускай томится. Тогда будет вкуснее, бульончик получше. Я правильно говорю? Да. Игорь. Положи, положи. Дрова это ваши обязанности. Давай всем. Буратино. Студия. Так, поскольку мы тебе посвятили, ты давай не этот, не халтуй. Пошел процесс. Игорь, сейчас потухнет. Танец. Это дрова. Буратино. Давай дезинфицироваться. Сынок, папа Карло тебя отпускает. Давай, молодец. Все. Он погиб ради искусства. Все, друзья, мы на 20 минут вас покидаем, пока мы будем дезинфицироваться. А она пускает. Что, у нас уже пора по времени посмотреть, что у нас здесь творится. Медленный огонь. Отличный аромат. Чувствуете какой? Очень хороший. Давайте я дам ложечку, да. Да, я как начал. Попробуй, как у нас там на соль. Все. Жирок какой вкусный. Оливковое масло здесь. Друзья, обратите внимание, кипит очень слабенько. Чтобы не было сильного кипения. И знаете, мне что нравится? Он столько варится, да? И бульон такой прозрачненький. Это очень важно. И рыбка, смотри, куски целенькие. Конечно. Потому что если будет кипеть сильно, оно в кашу приводится. Смотрите, смотрите. Вода. Смотрите, какой бульон. Смотрите, как получается. Смотрите, какой наваристый. Супер. Мммм. Любую болезнь вылечит. Это идеально вкусно. Блин, а запах я слышу. И аромат. И вообще вкусно. Ммм. Пя. 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 Сашлыком пахнет. Да. Давайте прикроем. А, соседи сашлыки жарят. Вот на чему пахнет хорошо. Отлично. Ну, я думаю, еще минут 10. И мы все. Я думаю. что творится у нас на другой стороне наши друзья прошли да да и угощает нас грамм нас угощают вот гранаты лимоны нектарины что поехали дорогой по моему уже все готово остается пять минут принципе уже все готово я предлагаю еще открываем сейчас положено зелень все целиком докидаем так целиком и по бокам вот так разложи резать я думаю не надо как раз она даст аромат нам будет вообще идеально и оставляем на пять минут все закрываем друзья пять минут зелень даст свой аромат и тарелочки у нас готовы на рула давать и пробовать что у нас получил аромат и разложи здесь чтобы нагрелись как раз и все как раз горячий бульон будет у нас как раз она прикроет чтобы личный пар не выходил и все отлично вот так и оставляли на пять минут опять колокола начались потому что фильм скоро закончится наш друзья на самом деле здесь рядом сыркошка и там начинается в определенное время звучание колоколов 5 часов 5 часов 5 часов в прошлом ролике мне как раз концовке нас застала прям полностью все три колокола заснялась прошли пять минут и она уже готова будем пробовать я есть хочу я я как хочу не представляете друзья как насколько это пахнет и плюс это время которое мы готовим аппетит все это время разыгрывался побольше побольше тебе сейчас просто идеально получилось идеально мы все вынимаем сюда вынимаем наш 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 алюминий а вынимаем на шли не надо давать в первую очередь аккуратненько его вынимаем оттуда заметьте друзья все это время мы это не вытаскивали и вы смотрите бульон как течет и оставляем до конца что вытекло я сейчас думаю внутри там вот если голову все она настолько разварилась конечно вы представляете что происходит нам не надо будет вот эти мелкие вот это собирать за все внутри находится видите бульон как быть и крыльный запах это идеально я советую так попробовать дома тоже можно так попробовать очень вкусно получается и самое главное остается крупные куски внутри а мелкие внутри остаются вы здесь и самое главное что самое удобно когда делается таким образом не надо процеживать бульон все потому что остается здесь все готово вазил кладем отлично получил это можно попробовать покушать покажем обязательно это пока отставим в сторону начнем накладывать давайте здесь у нас смотрите я могу поддерживать у нас вот так получается бульончик мы идеально получилось аромат отлично и мы наш бульон смотрите сверху держим и жирок который вот наливаем вот так сверху жирок берем это наливаем но и как же это пахнет это идеально здоровая пища натурально и очень вкусно и таким же образом друзья накладываем наливаем насыпаем все остальное смотрите как идеально получилось какие-то вах 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 как же это круто также берем наливаем бульон как у нас говорят кто такой обед покушает сто лет проживет это идеально очень вкусно овощи оливковое масло рыба томилась нам мелком огне это идеально очень вкусно лучок и немножко острого перца вообще идеально сейчас оценим сейчас попробуем нальем вина покушаем попробуем сто лет проживешь с таким обедом я вам обещаю но друзья сейчас скроем покажем что же получилось у нас вот здесь я думаю что вот это выкидывать не надо обычно после те кто варят уху там выкидывать головы горячие но я знаю что есть очень много любителей голов какая красота смотрите все вот сохранилась целости смотрите как развалилась и какая красота даже вот покажу сейчас у нас есть вот хвостик да и тут есть такое мясо не вот смотрите друзья как это море вкусно как это все красиво морковку и все то голову любит вообще эти мои лучше они прям разваливаются нас только развалилась глазки вышли красиво все вкусно идеально рай для любителей голов прошло время попробовать идеально очень вкусно можно показать поближе как все это вот выглядит посмотрите сюда и заметьте друзья на самом деле скажу честно я хотел добавить сливок но настолько все круто и красиво что но не будем никаких добавлений все у нас все красиво классно и я предлагаю выпить по 50 грамм и пожелать всем нашим друзьям нашим зрителям что друзья как всегда хочу пожелать здоровья будьте здоровы кушайте вкусную еду и когда вы будете кушать вкусную еду вас всегда будет прекрасное настроение чего я всегда этого желаю отличная еда вкусная еда на канале окопов вы увидите очень много интересных роликов полезная еда самовку идеально что вы можете также дома приготовить не обязательно на костре как мы готовим мы просто хотим показать вам красиво все вы также можете приготовить дома правильно за вас дорогие зрители канала окопов у вас всех любим смотрите нас пожалуйста приятного аппетита и будьте счастливы ну тебе друзья надо все попробовать это обязательно сушите вкусно пахнет аромат это бомба просто смотри как красиво блин как вкусно рыбку рыбку надо попробовать блин а у нас хлеба нету да хлеб взяли все нормально очень вкусно друзья на самом деле все очень вкусно вот я честно рекомендую вам вот приготовьте так если бы это было не вкусно я бы вам это не рекомендовал это это очень вкусно на самом деле вот из всех вариантов ухи которые я ел я вам скажу честно это самое лучшее еще друзья я хочу вам очень очень порекомендовать канал арсен доли я ссылочку оставлю внизу это очень много креатива очень вкусных вкусных интересных блюд которые принципе они оригинальные но все эти блюда принципе можно приготовить и в домашних условиях конечно мы готовим просто для красоты чтобы видели как это все на костре поэтому друзья я всей души вот рекомендую вам под подпишитесь на канал арсен доли и вы не пожалеете об этом вы видите очень много классных креативных не необычных блюд не те которые вот много много в интернете всего есть а это будут те блюда которых вы просто не увидите вот сегодняшнее то что мы сделали да это эксперимент это что-то взято с арабского что-то с русского ухи мы добавили туда и водочки и овощи я вот честно это очень вкусно сам бульон вкус давайте скажите и как скажи как тебе вот да очень очень объемно грамотно сестра мама таланта короткого самый лучший карат кассис канала куб смотрите друзья до подписывайтесь канала копов канал асен доли ссылочка будет под роликом я вам очень рекомендую и вот такие вкусные блюда мы будем периодически постоянно выставлять придумывать мы не будем готовить сюда начинается да мы будем делать то что мы будем придумывать и как ты как сказал там где есть у нас эндоли и канала копов там рождаются новые блюда друзья всем приятного аппетита все пока на ру и даже будьте здоровы чтобы проблем никаких не было но как вы наверно догадываетесь мы продолжим свою дегустацию дезинфекцию и чего вам желаем готовьте ешьте всем пока пока ну я думаю что надо посерьезнее дезинфицироваться на поскольку у нас больше трех а говорят больше трех собираться нельзя поэтому дезинфекция должна быть уже посерьезнее а еще друзья плюс к нам нам принес человек такие шикарные вкусные фрукты вот это просто вот покажите пожалуйста от этого покрупнее это вот я обожаю гранаты все вот сейчас фрукты пожалуйста пока у нас томится наша типа я свина ухо мы сейчас мешать друзья вы видели человека который пьет вино запивает вот это игорь господин что друзья будьте здоровы не болейте скоро будет все нормально все исправится карен поедет домой мы нашим больницей все будет нормально и больше ролики не увидеть возьмем с 12 апреля не переживайте осталось чуть-чуть 3 дня до тебя растяни его да вот такие они господин давайте будьте здоровы я вот не бил